Твоя чудеса День за днем, листая страницы нашей жизни, дорогие друзья, мы незаметно подходим с вами к очень знаменательному и важному дню. Троицкая родительская суббота, поминальная суббота. Почему она важна в нашей жизни и почему она так значительна, мы сейчас с вами узнаем. Мы приближаемся к окончанию цветной триоде. Что такое триода цветная? Это все праздники, которые связаны с жизнью Спасителя, которые вращаются вокруг Пасхи. То есть это светлое Христово Воскресение, это Вознесение Господне, это День Святой Троицы и немножко ранее вход Господень в Иерусалим. То есть эти праздники, они связаны с земной жизнью Спасителя. И вот мы подходим к празднику, который является как бы точкой в этой цветной триоде, но в то же время этот праздник является и открывает нам двери в новую эру, потому что сейчас считается, что не просто Пятидесятница, но день рождения Церкви. То есть Пятидесятый день от Пасхи, это день рождения Церкви, день сошедствия Святого Духа на Апостола. И перед Троицей, Детям Святой Троицей, который празднуется всегда в воскресенье, идет Троицкая Родительская Поминальная Суббота. С чем она связана? Это связано с догматическим понятием о том, что Церковь существовала еще до начала сотворения видимого мира. Церковь Божья, она состояла, главенство в ней совершалось Богом, она состояла из мыслимых живых существ духовных и святых ангелов и называлась Церковью Небесной. Но потом, когда уже Христос явился на земле, когда еще была утверждена до этого Ветхозаветная Церковь, когда святый пророк Моисей, он получил скрижали Завета, Ветхозаветная Церковь образовалась, и потом уже, когда пришел Господь и Бог и спас наш Христос, образовалась земная Церковь. И вот эти две части Церкви, Церковь Небесная и Церковь Земная, они как бы связаны неразлучно в единую нерасторжимую Церковь. Почему, например, святой апостол Дионисий Ариапагид, он писал о земной иерархии и о небесной иерархии. Это потому, что мы, как бы наша православная Церковь является подножием Церкви Небесной. Мы являемся ее продолжением ангельского мира. И ангельский мир, который уже прикован к престолу Божию, который животворится и питается Святой Троицей. И поэтому мы и празднуем Троицкую Родительскую Поминальную Субботу. С чем это связано? Это связано с тем, что мы почитаем своих усопших сродников, которые стали уже членами Церкви Небесной. То есть, если мы посмотрим, довольно много праздников и памятных событий вокруг Святой Троицы, они связаны именно с Церковью Земной, с символом нерасторжимости этого союза Церкви Небесной и Церкви Земной. Троицкая Родительская Поминальная Суббота. Сам День Святой Троицы, в котором мы празднуем сошедствие Святого Духа на апостолов и утверждение рождения Церкви. Следующее воскресенье после Дня Святой Троицы – это День Всех Святых. То есть, мы находимся на территории Всехсвятского Храма, и вот тогда будет как раз престольный праздник этого прекрасного храма. Очень древнего, старинного в Николаве храма, который практически никогда, наверное, не закрывался. И потом уже после Недели Всех Святых, Неделя Всех Святых в земле русской просиявших. То есть, как бы мы празднуем Церковь, мы празднуем и почитаем всех членов ее. И вот именно в Троицкую Родительскую Поминальную Субботу мы почитаем наших предков, которые наставили нас в вере, которые здесь лежат, на этом кладбище. Вот отец Валентин, настоятель Белый Крест, это настоятель был Всех Святого Храма. Многие священники здесь, которые почили и в 60-х годах, и в 40-х годах, и более ранние, которые были настоятельами, архимандритами, просто клириками. Храма, многие благочестивые миряне, наши родственники, дедушки, бабушки, родители, прадедушки, прабабушки. Мы чествуем и празднуем именно их, так скажем, День памяти. Для чего мы это делаем? По православной догматике известно, что когда душа человеческая отделяется от тела в момент смерти, то есть надо понять, зачем Бог установил смерть. Это Божье было установление, которое было совершено после грехопадения человека, чтобы отсечь грех от человека. Если бы не разлучить душу и тело человека, то человек бы грешил вечно. И земля бы погибла еще бы гораздо-гораздо-гораздо раньше того времени, чем ей положено, скажем так, измениться в восьмой день. Потому что человек, каждый из нас грешит. Но чем мы грешим? Мы грешим своим телом. То есть первородный грех заключался в том, что человек обратился вместо горнего небесного к земному, к материальному, и начал жить чувственными, материальными удовольствиями и наслаждениями, то есть грешить телом. И то есть, чтобы пресечь этот грех в каком-то моменте, иначе бы он заполонил, как некие нечистоты, заполонил бы всю землю, чтобы пресечь этот грех, нужна была смерть. И вот эта смерть отсекает душу от тела и не дает уже возможности душе грешить. Но, дорогие братья и сестры, для наших усопших, для каждого из нас, это будет очень-очень непростой момент. Потому что человек после своей смерти, он уже никак не может изменить свою участь. Как говорит Господь, до смерти возможно покаяние. После смерти возможно только воздаяние за грехи человека. Но, дорогие братья и сестры, и душа человеческая, она, выходя из тела, она встречается с тем горным духовным миром, где к ней приступают бесы, показывая Богу ее плохие дела, где приступают святые ангелы, которые показывают Богу ее хорошие дела, и начинается сражение за душу человеческую. И душа человека, она как бы спеленатая, она не может никак изменить свою участь. Но православная церковь учит, что также, что до второго пришествия Христова, который будет до страшного суда, участь наших усопших, она не определена до конца. И поэтому мы можем, как бы еще, можно окончательно не утвердилась душа, будет она в аду или в раю, окончательно не произнесен на дне приговор. Это уже совершит верховный наш судья, который придет, как царь, придет судить все народы второе пришествие Христова. И вот, дорогие братья и сестры, до этого момента православная церковь учит, что душа сама не может изменить своего состояния, но по молитвам священников, по молитвам сродников, по молитвам церкви Господь улучшает состояние людей, душ человеческих там, в загробном мире. То есть по нашим панихидочкам, по нашим сорокаустам, по нашим псалтерикам, прочитанным над усопшими, им там посылается особенная Божья благодать, которая дает им спасение, дает им, упакает их вместе светлее, вместе злачнее, вместе покойнее. Поэтому, конечно, живущий православный христианин, он должен обязательно занимать активную позицию, не то, что убер человек, наш близкий, любимый человек, все заплакал, уручил слез, горе, сердце разрывается, и так дальше, и так дальше, это все понятно. Но пусть эта боль, эта любовь к человеку, своему усопшему, переплавляется в активную, любящую позицию, молитвенную для него, для того, чтобы вымолить у него, у Бога спасение, за его душу. Недавно приснапоминаемый отец Кирилл Павлов, духовник Троица Сергия Лавры, он писал в слове Нарадонису, что если бы мы видели бы ад и рай, тот мир, где пребывают усопшие, и видели, как руки их протянуты к нам, как руки голодающих, как руки очень жаждущих пить, чтобы с просьбой о них помолиться, то мы бы молились бы о них непрестанно. Поэтому, дорогие братья и сестры, именно для этой молитвы, сугубой, очень важной молитвы, и установлен Троицкая Родительская Поминальная Суббота, чтобы мы с помощью парастаса, специального утреннего богослужения, что в переводе с греческого и означает «ходатайство», с помощью панихид, с помощью литургии, в первую очередь, мы бы помянули бы наших усопших сродников и отвезли бы для них, если на то будет Божья воля, Царствие Небесное. В этом главная задача Троицкой Родительской Поминальной Субботы. Но также, дорогие братья и сестры, хочется обратить ваше внимание на то, что часто человек неверно, есть такой расхожий предрассудок, что на Троицу упоминаются самоубийцы и некрещенные люди. Обращаюсь к вам, дорогие братья и сестры, самоубийцы и некрещенные люди не упоминаются в церкви, и это невозможно. То есть в домашней частной молитве по благословению священнослужителя возможно такое упоминание. Есть специальные молитвы о самоубийцах преподобного Льва Оптинского, канун о самоубийцах, написанный митрополитом Вениамином Федченковым. Есть и другие молитвословия, молебные кануны об утешении, жизнь своей самовольно скончавших, утешении сродников, таковых людей. Есть эти молитвы, и их можно читать, но по благословению священника. Но большинство этих молитв, кроме молебного чтения о родственниках, не читается в храме. Нельзя подавать записочки за некрещенных людей и за самоубийц, потому что самоубийцы совершили тяжкий грех. Перед Богом некрещенные люди не являются членами церкви. Поэтому будем уповать, дорогие братья и сестры, на неизреченное милосердие Божье. И будем знать, что ни один волосок с нашей главы не падает без его воли, без его попущения. И что даже не будем инивать о самоубийцах, если есть таковые сродники наши или друзья. Потому что мы должны занимать и знать, что Бог есть любовь. И Он учинит их там, где они достойны. А наша главная задача, чем мы можем почтить их память, стать ревностными, православными христианинами и спасти свою душу через жизнь в церкви. И, возможно, и пролить свет на их душу через спасение душ наших. Потому что, говорил преподобный Серафим Саровский, спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. С праздником, дорогие братья и сестры!